Такие игры. Ну, сложно описать это. Да, ну что ж, у нас противостояние Альбус, Нокс, Луна и команды CLG. Давайте познакомимся с ростерами команд. Конечно же, Альбус, Нокс, Луна, дорогие друзья, на топ-лейне отыгрывает Смурф, в лесу Стажер, на мидлэне Кира, Адекерия Эммиракл и, конечно же, Суппорт Ликрит. Бравые бойцы из нашего региона СНГ сегодня будут пытаться вырваться из группы, пытаться уничтожить всех своих оппонентов. Немного интересных фактов про Анокс. Они имеют 16% дэмэдж шейра на бутлейне, Саппорт и Эйди Керри. Наносят столько же урона. Одинаково. Да, одинакового урона. И второй момент. Стажер принял 100% участие в убийстве в первом, то есть в ферст-бладов. То есть первая кровь, которая была сделана, то есть с участием Стажера, ну, вообще Стажер... Прости, Арчи. Нет, то, что выручил. Да, и, естественно, это говорит о том, что Стажер постоянно находится там, где происходит экшен. И вообще Стажер очень активно передвигается, поэтому, да, тут, естественно... Я думаю, что у них именно дэмэдж в команде больше всего наносит либо он, мидер, либо, собственно, смурф. Но сейчас метод для смурфа, в принципе, не та. Его там на попе сажали, на ней ты много не дамажишь. При том, что он надамаживал, я помню, в последней игре, где он играл на попе, он надамаживал там 20 тысяч. Потому что там его адекерит там 22, а это на самом деле сложно сделать на попе. Да, ну и, конечно же, команда CLG у нас, которая сейчас, ну, я бы не сказал, что прям главная надежда Америки. У них еще есть ТСМ, тем не менее. Тарша на топ-лейне, Иксмити в лесу, Хухи на мид-лейне, Стиксей на позиции Стрелка и, конечно же, Афраму, игрок поддержки. Главная надежда CLG это именно Стиксей. У него в два раза больше урона в минуту, чем у Америку и в играх именно против Энекса. И до этого он являлся главной вообще опорой команды, потому что именно от него команда пыталась играть. Ему, увы, это не удалось с анксами, но он явно вырос за весь год очень сильно, как замена дабллифта потенциально. Вот Стиксей дамажит 32% дэмэджа своей команды, в то время как Эмирикл всего 16. И Кира на 3% вот от него проседает, он дамажит 29, но больше, чем, собственно, Хухи. Хухи дамажит 26%. Ну, Хухи вообще известен как не прям суперсильный лейнер, он больше как поддержка команды, да, такая с мидлейном. Мы уже много раз это обсуждали, но и... К сожалению, Хухи неизвестен как не особо никто, в принципе. Он ничем не выделяется, кроме своего района соло. Дракон. Дракон, да. Это первый человек, кто взял, кстати, дракона на MSI в первой же игре. Вот, но при этом он тоже, если Андрея, скажем так, проседал, наверное, именно он является самой главной проблемой потенциально у CLG. Даршан вырос очень сильно, телепорт плей появились, и вообще он стал больше от команды играть. А вот Хухи пока проседают, увы. Да, ну что ж, дорогие друзья, у нас очень-очень скоро начнется игра, но прежде чем она стартанет, давайте посмотрим ролик про Ликрита вне игры. Какой же все-таки у нас Ликрит? Я улегся компьютерным игром в 4 года, когда папа показал мне игру, и свинья бегала в квестовом мире и выполняла задания. Я вместе с папой играл в разные игры, там, в Total War, в Европу, в Викторию, в Казаков. После этого я как-то пришел к играм самостоятельно уже в более зрелом возрасте, через достаточно большой промежуток времени. Лига легенд — это девятимерные шахматы, в которых ты играешь против всего мира. Мне нравится возможность играть индивидуально. Это лучшее, что есть в любой игре, в которой я могу найти. Ты не можешь играть один и получать при этом фан от игры, и эта игра плохая. Так это работает для меня. Ликрит — это естественная самоотдача. Он готов жертвовать многим ради достижения и результата, которые он хочет добиться. Он всегда готов поставить все. Но при этом ему очень важно осознавать, что это именно то, чего он хочет. Для меня важно то, что я получаю от игры вот сюда. Не вот сюда, а в кошелек, который у меня в правом кармане. И не вот сюда, что я получаю плюс 500 подписчиков в твиттер за то, что я что-то там написал. Не важно, что я получаю в мое сердце. На самом деле, Компетитив — это очень трудоемкая история, из-за которой так получилось, что Солуку, та часть, которую облюбили Гильген больше всего, перестал проносить недостаточное количество удовольствия. Суть в том, что Солуку и Компетитив — это две очень разные игры. Солуку — это скилл, Солуку — это механика, Солуку — это умение быстро реагировать. И это то, что мне нравится в игре. Компетитив же — это стратегия, это коммуникация, это взаимодействие с темой, это то, что я люблю намного меньше. Эликрит — в большей степени индивидуальный игрок. Эликрит часто тянет это дело на себя. Естественно, он вкладывается в команду, но предпочитает делать все возможное для команды, но видит он это через призму своей роли. Именно поэтому у нас присутствуют такие пики, как Бранд, Барт. Люди искренне считают, что роль саппорта — это роль для тянок и бордилок. Светом, что да, на каких-то ролях тащить легче. Мой плейстайл подразумевает огромное количество выхода на возможности. Даже там, где и выходить на них достаточно опасно. На саппорте ты можешь выйти на все возможности, которые доступны, даже если ты умрешь, это не дает какого-то чего-то критичного. Но, с другой стороны, если у тебя получится, то ты сделаешь так много, что вы, вероятно, все выиграете игру. Возможно, это одна из причем, почему я играю на позиции поддержки. Потому что цена успеха столь же велика, как у остальных линий, а цена ошибки минимальная. Сложности с ликритом, наверное, заключались в том, что ликрита тяжело в чем-то переубедить. Он упрямый. Для того, чтобы ему какие-то вещи объяснить или показать, или доказать, с ним нужно спорить. Ликрит мастер споров. Ликрит очень любит эту игру. Да, ну что ж, действительно, действительно, очень объемное и интересное интервью о ликрите. Насколько много о нем можно было узнать. Вне игры имелось в виду, конечно же, вне сцены. Все-таки в игре и вообще все, конечно, в рамках игры происходит, по большей части. Хотел сказать только что, что нужный Эмирикл сжат на его комфортных AD-шниках. Всегда у него были проблемы с пулом. И вот именно либо Изреаль, либо Севир, либо Люциан должны были быть для него взяты. Севир первый пик. И вообще пока драфт у Анетсов. Минимум он комфортный и пока вроде бы сильный. Но все уже набирают тоже. Забанены были Дракон, Олаф и Кейтлин против Стиксея. Прям такой респект бан. Брэнд, естественно, против ликрита. Кира получает бан на анивию. И, конечно же, Нидали против стажера. Кто еще теперь вообще посмеет отдать стажеру эту кошечку? Я вообще сомневаюсь, что... Виктор. Отлично. О, Виктор для Киры. Именно Кира, наверное, прославился у нас в регионе, как человек, который способен нафармить 200 плюс за 20. Кира дробовик, но Кира выделяется. Да, да, да. Кстати, насчет Север я хочу отметить, что это первый раз со времен регулярного сезона, когда ИНХ не забанили сами Север, потому что весь Вейлдкарт они убанили, и весь чемпионат мира они убанили. И вот первый раз они ее выпускают и забирают на ферст пик. Касательно комфорт пиков для Миракла, вообще Север, насколько она комфортна для него? Я думаю, что максимально комфортно, потому что когда он ее забирал, он показывал на ней себя очень хорошо. А это была мета свапов, да, он там мог выфармивать абсолютно спокойно, и в плане макро-игры Анакса не было равных в СНГ. Однако здесь, помимо Север, в принципе, Анаксов очень-очень сбалансированный сетап, с хорошим вейтгеймом, с грамотным мидгеймфайтом, и самое главное, с непроигрышными линиями, насколько я могу судить. Америкл, в принципе, исполняет роль в команде как утилити Айда Керри, он не пытается сделать плейс, но когда он может сделать, он их делает. А вот касательно драфта, допустим, я сейчас смотрю на винрейты чемпионов, которые взяли ANX и которые взяли CLG. Винрейт чемпионов ANX уже в два раза больше, чем винрейт чемпионов в СЛГ. И, ну, мне пока что совсем не нравится тот факт, что они взяли Карму и Лизу в свой сетап, когда на ANX нужно давить в early-гейме, а не в mid-late-гейме, потому что в макро они очень хорошо играют. Да. Да, вот мне, кстати, опять же, пик Кармы, да, если у Пёркса он вообще не заходит, то мне кажется, Хухи это прям идеальный герой для Хухи, как такого суппортящего мидера. Какой-то у них, если честно, low-damage сетап, по-моему. Если Джейсон не засноуболится, то им будет тяжело, потому что Люциан очень короткий, по-моему, рейнджа Ада Керри, Карма не дамажит так-то сильно, а там и Грейвс, там и Севир, и Виктор, эти все очень лейтовые, жесткие дамагеры в команде. И опять же, Джейсон не сильно зависит от Снувсида Кармы. Прогнозы, бойс. АНХ я поставлю. Я ставил у себя в группе на CLG, но такой драфт это АНХ. АНХ? И я тоже думаю, что АНХ вот по драфту. Единогласно за АНХ, дорогие друзья. Мы передаем нашим комментаторам слово сам Франциск. Алсиор, тебе слово. Ну что, друзья, самая ответственная игра в этом году для команды Альбус Нокс. Может она стать, если мы переиграем сейчас CLG, потому что нам станет намного проще дальше на этом турнире выйти из групповой стадии. Мне будет намного проще найти себе лучший дату-салон в Москве, а вы ничего не обещали. Поздравляю вас с этим. Зачем тату-салон? Зачем в Москве? Можно здесь сразу же где-нибудь найти и на месте, сразу же вместе с Ликритом найти. Альбус Нокс. Вы слышите, как они болеют? Как они за Альбус Нокс болеют? Это просто бомба. Вообще, кто бы мог пойти? Интересный у нас драфт получается со стороны CLG, если честно, в этой игре. Я немножко не ожидал, что они именно так его построят. И самое главное то, что, возможно, и АНХ не ожидали то, чем будут играть CLG в этой игре. Я думаю, сами CLG не ожидали, чем будут играть АНХ. В общем, никто ничего не ожидал. И нам остается только наслаждаться великолепной Лигой Легенд. Лучшая команда СНГ против лучшей второй команды Северной Америки. Чемпионы весеннего сплита американского ЛЦСа и вице-чемпионы МСАя будут играть сейчас против двухкратных, а если быть точным, пятикратных чемпионов СНГ. Ну, и двухкратных чемпионов ЛЦЛ в этом году, скажем так, и пятикратных всего. Очень я переживаю за боту АНХ сейчас. Нереально переживаю. Взять настолько проигрывающий матчап и Миракл на Север, которого мы очень давно не видели, против Стиксая, хоть и не лучшего героя Стиксая. Он на нем играл довольно редко, но при этом я думаю, что этот герой должен быть на игре в ссылку у каждого АДшника. Ой, как стажер пытался замайнгеймить паучка, но не получилось. Но не получилось. В итоге размен автоатаками здесь произошел. И CLG присматриваются, хотят свои тотемы расставить. Здесь Даршан заходит глубоковато. Кстати, Даршану сейчас можно подборствовать чуть-чуть. Точно так же, как здесь. Ауч! И Пакири вылетает. Все-таки полка здесь у CLG достаточно много. И Джейс, рейнджовый, и Ксмити на Элизи может паучками закидывать. Действие, что дизенгейдж у них не самый надежный, скажем так, который может быть. У CLG? Да. Но у них есть карма для этого. Карма плюс нами. Ну, в первую очередь, нами, да, я думаю. Это намного лучше, чем его отсутствие в полной мере. И здесь пик кармы сам по себе против пика Север очень хорош. Обратите внимание, что это Джейс с пылом битвы. Мы видели здесь со штормовым налетом Джейсов. Пока что Кира вообще, по-моему, сейчас только штормовой налет и Гост предпочитает. Кира потому что любит такой Севдо Ол-Ин проводить, чтобы была возможность убеждать. Закончить Севдо Ол-Ин, потом Ол-Ин все-таки. Он сейчас хорошо уворачивается. В этой игре очень много будет зависеть от Ликрита, то, как он сыграет на своем легендарном Барде. Если мы увидим то, из-за чего его прозвали самым сильным Бардом в СНГ, то тогда все будет хорошо у наших ребят. Потому что первая игра на Барде Ликрита оставляет желать лучшим. Ну, вообще, в последнее время существует теория, что у Ликрита Бард стал намного хуже. И на Вайлд Карде это было заметно, и на финалах Континентальной Лиги это было заметно. Он из бана не вылезал. Важно увидеть, ну, даже когда вылезал, я имею в виду, важно увидеть все-таки, каким он будет тогда, когда это решающий момент. Когда это необходимо, да, в первую очередь. Ну, я к тому, что обычно, когда чемпион оббанят тому или иному игроку, то он начинает его меньше тренировать в скримах, меньше тренировать в Солоку. Поэтому, естественно, это логично, то, что Бард отходит на второй класс. Он здесь, кстати, с Тиксей не совсем себе в плюс разменялся. Но у него с нами есть хил, поэтому... Вот сейчас тяжелое противостояние в какой-то момент станет для Поппи на топе, потому что Джейс очень больно будет ее бить. Стажер здесь решил показать. Попал, попал, все-таки он своей кушкой. Хуки немножко исправил его ганг. Ну и пытается Хуки подвязать Киру, но это такое... Здесь в основном такие мелкие олыны у нас проходят. Тут, кстати, Афрамута просел, и в Стиксе неполное здоровье. Поэтому здесь в плане трейдов, конечно, пока что у Инокса все неплохо. Единственное, что у Миньонов 6 миньонов, конечно, это неприемлемо низко. Не, ну не к нему пушь, собачка, у него будет 10 на 21 примерно. Ну да, да, тогда другое дело. 10 на 21, да, это намного лучше, чем... 6 на 16. Стан по Стиксею влетел. Не, ну сейчас Миракл должен здесь кассу подловить. Тяжело работать за вас, и течет. Чему, АВ-шка нет? АВ-шки нет? Ну, слушайте, ну на самом деле вообще намного лучше, чем мы думали. 14 на 19, там Стиксею тоже промахивался. Ого, сколько урона здесь по Смурфу-то влетает. А здесь Тухи против Киры трейд навязывает. Киро блестящим образом пока все доджит. Тухи, по-моему, всеми кушками заряжены и промахнулся пока по нашему мидвейнеру. Смитя заходит на топ, Смурфа увидит. Или не совсем. Сейчас могут, кстати, поплатить. Можно подловить Силжи. На этом появляется здесь Смурф, но мискоммуникация со Стажером у них. И Кокон, Смитя и Даршан оба выходят, только флэш Элиза. Здесь не поняли друг друга. Стажер сыграли по одной цели, но они бы убили Элизу. Здесь Смурф был прав, что он играл именно по Элизе, когда она уже из формы Паука вышла. Но вот Стажер не почувствовал ситуацию. Но, тем не менее, дайв не удался. Здесь от фармы немножко Смурфа все-таки отзонили. Но, тем не менее, это не критично. Здесь у тебя ошибка от Силжи была достаточно грубая. Они вообще момент не прочитали. Хотя, ну, момент понятный. Поппи выходит, потом Поппи перестает выходить. И если эта Поппи не играет в команде Джетуту, то, наверное, у этой Поппи есть кто на подкладе. Я тоже не понимаю, зачем нужен был этот рискованный дайв, когда у вас нет вижена. Я понимаю, если бы, например, Грейт появляется на боте, чтобы какой-то прэш создавать, тогда у вас, конечно, есть окно. Ну, я думаю, тогда бы Смурф отошел назад. А здесь, когда вы не видите вражеского лесника, вот этот какой-то рискованный дайв, им очень повезло, что так все обошлось. Тем более то, что Даршан играет через пыл битвы. Это для Джейса такое достаточное новшество, потому что он, в принципе, на линии постоянно сустенится. Он первым предметом взял себе Даран, поэтому в мелких, постоянных вот этих трейдах он будет выигрывать. Ну, такие дайвы проводить, не совсем понятно. Но еще зачем приходить к этому Джейсу на такой ганг, когда он контролирует линию со всей страны? Сейчас тут все-таки хухи ситуацию в свою пользу повернет. У Киры вообще нет маны. У Киры при этом, кстати, вообще нет пока что проблем. И стоит забывать то, что у Киры раз на раз Виктор не приходится. У него бывают не самые удачные игры на нем, но бывают те самые, когда он практически не умирает, когда он выфармливает 300 к 25-й, и такого Виктора становится очень сложно остановить. Посмотрим, какой он будет именно в этой игре. Одна из ключевых проблем Киры, это не особо правильные бэки на миде. И вот сейчас он дожидается своего все-таки лесника, чтобы запушить линию и после этого уйти. Единственное, что я не уверен, что это все равно в итоге в плюс ему окажется, потому что хухи, по-моему, линию запушить должен успеть опять. Пока ребята отыграют крайне осторожно, стажер дофармливает свой шестой, чтобы у него как можно больше урона появилось. Пока что я напомню, что Эйнексы во всех трех играх брали первую кровь именно в свою пользу. Но другой вопрос в том, что они почти всегда проигрывали по фарму сильно, и сейчас это не является верным, кроме как на позиции стрелка, но все-таки Меркл на этом турнире, во-первых, получает бесценный опыт, во-вторых, ну и в команде у него такая роль, тоже немножко отличающаяся от большинства стрелков. У него самый низкий процент стрелков среди всех вообще на этом турнире. Процентально? Да, да, процентальный, естественно. Ну, процентальный и абсолютно, я думаю, тоже достаточно низкий. Когда у тебя суппорт-бранд, очень сложно задамажить. 16% всего. Тем более, ну там Кенчи, кстати, Ликрид отыгрывает обычно не так, как мы привыкли это видеть. То есть обычно там Кенчи, они все время на подсейве где-то пытаются спасти свою команду. Те, кто встрял, Ликрид же обычно просто летит вперед и старается как можно сильнее насесть на вражеских кэрии, ну, либо на других чемпионов, которые оказываются в плохой позиции. Кстати, Стажер пережил раннюю стадию игры абсолютно спокойно, абсолютно комфортно. И у него шестой уровень Грейвса. Опять-таки, шестой уровень для Элизы является проблемным против очень многих лесников, потому что Икс Митти 0-0-0, по фарму он вперед не вышел, мог еще и отъехать. Тем временем Ликрид играет по стиксею, ему неприятненько. На линии пока Ликрид очень хорошо попадает своими станами, то есть за счет этого и Мирк вот так сильно не просаживается по здоровью, как должен. Правда, по фарму есть еще некоторые проблемы. Тут Стикстей, кстати, играет очень здорово по фарму. Ну а Хухи и Икс Митти напрягают вражеских миньонов за этот синий баф, который Стажер Кири отдает сейчас. Правда, Икс Митти еще вместе с Хухи не идут. Это очень долгие были сейчас Остроклевы. Ну а Икс Митти здесь все равно никто не накажет. Ликрид сюда не выдвигается. Вот сейчас можно наказывать уже. Уже сейчас это Элизабет с флэша, она гуляет здесь очень нагло. Сейчас Стажер если все поймет, вот Баньки. Тем временем на поте Афрама отфлэшивается. Ой-ой-ой-ой. Ассерина из там, наверное, заехала. Тем временем встречается с Элизой Грейв, встречается с Элизой Грейв, с Элизой. Там драка на драконе, ребята. Ну покажите же ее. Элизабет выходит через репел. Хухи тем временем уходит все еще с флэшом. Кира может продолжить. Хухи еле живой остается. Хухи просаживается здесь. Будут пытаться забирать свой синий баф. Хухи играют первым предметом через чашку. Это то, что мы уже привыкли видеть на этом чемпионе. Сейчас в чат-вече должны быть такие камеры в чате постоянно. Ну, я думаю, что и на топе тоже важная драка была. Потому что Смурф, очевидно, собирался агрессивно отыгрывать. Как и Ликрит, как и, в принципе, вся команда Альбус Мокс. Стиксей ульту выдает по Ликриту. Ликриту болен, но можно разворачиваться. Миракл. Времени мульта по Афраму попадает. Это может быть первая кровь, если только Стиксей кого-то не убьет вместо этого. Афраму еле живой пытается в Элизой Грейв, и Ликрит забирает первую кровь. Все-таки традиции у нас продолжаются. Айнексы в очередной раз забирают первую кровь в своей игре. Здесь Афраму ошибся, потому что свой флэш он потратил, когда доджил бумеранг от Миракла. Стажер оказался, где он должен быть. И как раз на агрессии бот-вейна без хвуша команды ЦЛГ они поймали и подловили. И отличная ульта. Могло показаться, что там еле-еле Айнексы забрали это убийство. На самом деле у Стажера оставался ульт, и у всех оставались флэши. Стоп-процентный буфер был. Когда Афраму выпал под ульту Борда, все было понятно. Потому что никак даже с Хиллом, с Тиксая, это не эскейпнет такой урок. В Тиксаях там уже не было здесь никакой маны, чтобы продолжить эту агрессию. И попытаться хотя бы убийство на Миракле забрать. С учетом того, что Барт еще не попал в свои кушка. Если бы он еще попал в кушка, то там бы вообще за секунду бы сбрели эту туннельную. В итоге побывали. 87 на 83 на миде. Вот на боте минус 10 сейчас, и на топе минус 6. Смурфа, но вот все в целом по убийствам хотя бы у нас, как всегда, хорошо. Телепорт. Сейчас могут быть проблемы. Кухи выжимает флэш за это. Я ожидал, Кухи, то, что здесь где-то поблизости находится Ликрит. И в очередной раз подловили Эйнексы своих оппонентов. Это очень приятное начало от СНГ коллектива сейчас. На восьмом уровне против Виктора. Давай телепорт на миньона, возле которого он стоит. Даже хоть с Бардом, хоть без него. Это всегда очень страшно. Он ставит W и просто тебе наносит 70% порода. Здесь было бы убийство, потому что у Кира на этот момент уже откатился его ультимейт. Это да. Ну и вообще Виктор Карма отличный матч для Виктора. Она с трудом тебя может передамаживать. Подвязывает, пытается подвязать сейчас Кира. Сейчас можно больно урона провести. Здесь главное в лишнюю агрессию не лететь. Даже с учетом того, что у Хухи сейчас нет флэша. Надо Кири быть поаккуратнее. Появляется стажер. Не знают, где Элиза сейчас находится. Но это все равно может быть. Да, Эликсы все сейчас-то уже понимают. Может попробовать Куки добурстить. Кира уворачивается от всего. Забирают Куки. Дальше можно по Эксмиде. А вот Эликрит. Можно по Эксмиде попробовать сыграть. Получится Лиза станет. Эксмиде стан. Было близко, но... Кстати, у Кушки Барда есть иногда, конечно, такие возможности, когда она привязывает, не попадая вообще в стенку. И я надеялся, что здесь такое может произойти. Афраму Миркул. С Беллшилд и отлично уходит. Непонятно, зачем Афраму здесь пытался это реализовать. Потому что из-за отсутствия его... Он чувствовал, что надо что-то делать. Да, потому что Эликрит заработал. Может быть, кстати, вполне может быть здесь. CLG подумали то, что они сильнее. Но Эксмиде еще слишком далеко было. И, конечно, промазать в такой ситуации своей Кушкой под Мантрой не имел права. Кира бы, возможно, даже умер, если бы эта Кушка попала. Но сыграл, конечно... Он бы умер в продолжении уже агрессии от Эксмиде. Если бы Кири за каждого ворота давали машину доджу, у него был бы самый большой автопарк вообще во всей Украине. В Мариуполе. Но... Кири пока за это могут дать только выход из группы, что, я думаю, его вполне устроит. Тысяча золота преимущества. Очень приятно для этой стадии игры, потому что мы видим, как Эйнексы не в каком-то чизовом стиле обыгрывают, а именно в обычной спокойной игре. Каждый раз мы видим это. В каждой игре Эйнексы видим, что... Ну, сейчас-то все пойдет не так, сейчас-то все пойдет, черт пойми как, и не идет. Все идет очень хорошо каждый раз от и до. Ну, по крайней мере, в играх против некорейских команд. А нам сегодня еще предстоит против Роксов. И Роксов, и G2, и G2 терять-то им уже нечего, и они могут также некоторые проблемы создать. Сейчас здесь очень осторожно Эйнексы играют, но вот это хороший был туннель, потому что и Стиксей ульту выбили, и трейд хороший, потому что Стиксей здесь посильнее все-таки просел. Сейчас можно и в агрессию сыграть, что если бы Тастан попал, Стиксей, возможно, бы умер даже. Ой, ну вот это уже неприятно. Надо было кофейку здесь пахнуть Мираклу, чтобы восстановить дополнительное здоровье, потому что это... Ай, пухи получает неприятно урона. От гравитационное поле постоянно вмешается очень сильно, чтобы попытаться кармить. Стиксей очень агрессивно идет вперед, он без маны практически уворачивается сейчас. От Бабла Намиа, Миракл, Стиксей встанет! Миракл забирает Стиксея с фулыша. Ульта Барда, но зацепляет Миракла, получится Афраму забрать. Стан, Стан уворачивается сейчас Афраму с фулыша. Ликрит через туннель выводит своих, потому что там телепорт от Джейса. Пытаются выйти. Сейчас по Афраму можно и попробовать развернуться. Ульта Нами пошла. Здесь уже Кира. Ликрит подброшен. Пытается выйти как-нибудь. Что попробует сделать? Непонятно. Пытался Стан дать. Дает по Даршану. Даршан просевший, но где Стажер? Стажер очень далеко. Здесь Кира. Ульта. Даршан минус. Кира пытается выйти с фулыша. Кого еще сможет забрать с собой? Похоже, что уже никого. И это будет минус. Кира. Счет 4-2 в пользу Альбус Мокс. И суммарный размен получается 2-2. Плюс наш телепорт. Плюс башня на Т1 на топе. А тем временем-то Смур свой телепорт не тратил. У него, точнее, его не было. Он на подкате все еще находился. И он сейчас может пропушить вышку на топе. Просадить ее как можно сильнее. Стиксай ужасно сыграл здесь. Ликрид просто забожил. Он попадает всеми станами. Даже после флеша Стиксая. Это вообще странно было. Это Бордос, механика. Здравствуйте. Надеюсь, даже с учетом того, что Мирикл попался в ультимейт, это было не так страшно. Мне понравилось, как Эйнексы вовремя отреагировали на телепорт Джейси. Но, тем не менее, позиция была не та, при которой они что-то могли сделать. Потому что Стажер вообще в верхней части карты находился в этот момент. И размен 2 в 2, он, в принципе, выгоден для Эйнексов. Тем более, что Даршана также здесь убили. И в это время Смурф спокойно может пропармить. Здесь еще столько флешей было потрачено, чтобы Киру потом забрать. Башня Т1 на топе должна была просесть. А сейчас-то сам, наверное, нет никаких усилей ЛЖ на боте. И могут попытаться Эйнексы реализовать уже свой телепорт. Но Стажер все-таки был вне драки в этот момент. И сейчас он тоже не в районе бота. Здесь Кира находится, кстати, у вас могут быть проблемы. Мы за дуэли сейчас Элиза Виктора не сможет. Еще один лазер долго откатывается у Кира, потому что нет отката перезарядки высокого. Куки будет пытаться состелить здесь синий баф. Еще и Джей сюда подходит. Но сейчас будет двойная попытка. И не получилось. Кира забирает этот синий баф. Дождались момента. Правда, Кира здесь не на максимальном количестве здоровья находится. В районе по золоту все еще практически тысячи в пользу СНГ коллектива. Печально то, что несмотря на всю эту агрессию, все эти убийства и все дела, Миракл все равно отстает на 30 миньонов на боте. И не смогли не то, что камбэкнуться, а хотя бы даже выровняться по фарму ребята из Альбус Нокс. Точнее, не то, чтобы идти вперед, а выровняться. Но у Смурфа, правда, сейчас такая атомизация, при которой он, в принципе, против Даршана просто не будет испытывать проблем. Все-таки... Не, но черная Секира в долгом трейде против Джей Секира. Черная Секира в долгом трейде, да, но, тем не менее, если стажер зайдет на топ, и они попытаются вышку забрать, это Поппи будет очень опасной. Ой, Даршан уже... Да, без шанса выигрывает трейд Смурф. Выходит Эксмитти на топ. Смурф надо выходить. Смурф, 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 Смурф. А, тут Эксмитти сам. Да, все нормально. Пекается. А вот это сейчас может быть очень опасным. О, как же хорошо. Пока что Эйнексы отыгрывают очень и очень хорошо. Афрамоу, можно станеть Афрамоу, минус Афрамоу. Еще одно убийство для нашей команды. 5-2 становится счет. Вот по таким причинам Ликкред имеет хорошее КТА по убийствам, точнее, по нанесению урона, потому что в очередной раз убийство забирает он. Наверное, не стоило ему это сделать здесь. Сексей в проблемках, флэш у него отсутствует. Сторожер играет сам с флэша, пытается дальше идти, и замедляет красным бафом, но продолжить нечем и разменивает свой флэш на хилл. Тем временем Кухи... По всем линиям наши ребята просто давят в CLG, и это уже напоминает такую игру, где можно ее вести до победы. Тем временем Т1 на миде имеет критическое важное значение. На боте оно упадет. Это башня, наверное, все-таки, потому что у Сексей ничего нет. Появляется иксмити, но башня должна добиваться, нет? Главное, не жанничать здесь. Здесь и так все хорошо получилось, потому что, кстати, на миде там что-то интересное у нас происходит. Без лазера еще 2 секунды. Можно попробовать доулынить, и это был Хухис потраченный флэш. Ради чего? Он же, наверное, думал, что он all-in может этот выиграть. Даршан, кстати, на топе также слегка потерпевает против Смурфа. И Смурф практически... ...только что и заберет первую башню. Это крайне важная башня для нашей команды с точки зрения золота. 2500 преимущества. Вот так вот. Да и на миде, кстати, у вышки тоже очень мало здоровья остается. Здесь все Т1 могут упасть практически одновременно. Сейчас главное не жадничать и вернуться на базу, перезакупиться. Все-таки есть преимущество пока что в телепорте. Можно эту игру начинать уже потихоньку разгонять. Правда, вот хороших тотемов за спиной у CLG не стоит, чтобы здесь как-то Смурф мог бы себя найти на карте. Тем временем Элиза скоро выйдет на релай. У стажера Призрачный Танцор не за горами. И Меркл тоже идет на похититель сущности. На свой первый предмет уже вышел. Вышки совершенно не пробиты у Эйнексов. Ну, кроме как на топе. Там Даршан в ранней стадии игры доходил. Но, тем не менее, вышка на топе в ранней стадии игры. Вот первые пять минут как раз-таки практически не уязвима. Очень много будет зависеть от ультов или критов. В плане того, что на него сразу будет ложиться стан Виктора. И продолжение в виде игры с пушки и его ульты. И там Бумеранга Севир может убить любого члена команды. Как и топ-лейнера, потому что это Джейс Флладе, так и Карма. Потому что она даже не успеет скастовать свой шилл. Ну, а теперь знакомьтесь, вот что бывает, когда Диму с Мурфан не смогли на топе напрячь. И когда он остался в честной борьбе один на один. И еще и получил помощь лесника более правильная. Самое главное, в честной борьбе один на один. Ну, вот тут Даршан. Трейд неплохой навязывает на самом деле. Но стажер уже тут. И отпускают Джейса. Вот сейчас за появление стажера на топе можно и заплатить. Кухи сразу идет в агрессию на миде. Кира Доджин ставит еще и гравитационное поле. Идет ульта. Кухи опять уворачивается Кира. Кира просто. Монстр. Это точно Кира. Я не узнаю. Потому что, по-моему, это точно Кира, который играет на этом турнире. Потому что он играет хорошо все ворлдс. Такое чувство, как будто он анокс корейстный. Какой-то зарядный бегает. Сейчас же тут такие. Можно нам, пожалуйста, СНГ мидера? Но, мне кажется, Кира просто зарядился. Потому что в этом матче показывают именно противостояние Киры против Кухи на отдельном стриме. А, ну да. Может быть, именно эта причина является. Он у нас такой один, мы его не отдадим. Пораженческие настроения Кухи... Неплохо ли? Спасибо. Пораженческие настроения Кухи, когда он дает свою мантра кью в миньонам. А тем временем Герольт бездны достается с Мурфу. Герта еще лучше противника. Герольты очень редко сейчас на чемпионате мира вообще контестятся или забираются. И Эйнексы сами обсуждали, говорили, что этот объект, в принципе, они могут забирать чуть ли не в каждой игре. Потому что никакого обзора на него не ставится, никакого прессора на него и давление не создается. Что делает Кухи его телепорт в этой игре? Он сейчас просто потеряет там, ну... Ничего. Он потерял трех миньонов, если что. Ну да. Просто так. Как бы и мелочь мелочью. А там тем временем это же билд имени Антонов Омкина. И следующим должен быть роботом. Кодильница, когда у тебя в лесу Элиза. Очень странный выбор. Стажер, кстати, неплохую кассу с паучков здесь поднял все-таки для себя. Ну... Будет заносить дополнительно магический урон буквально за секунду-три автоатаки. То есть, в принципе... Ну, все равно, я думаю, что АП Карма с своими шелдами. То есть, здесь у него есть АП, но совсем небольшое количество. К чашке какой-нибудь, не знаю, Люден или Роботон тоже. Было больно сейчас Миракл, но кофейку попьет и все наладится. Ну, это Йому. Йому против Асанс Ривера с Даггером. Тут любой трейд, который навязывает сам Стиксейт, должен выигрывать. Ну и помимо этого есть еще, конечно же, ультимейты, которые действительно больно пробивают. Миракл просто обязан сейчас... Ну, есть костюмастерка, есть кофе. Все, он уже отхилил. Еще и поточка есть. Кофе, кофе это вообще супер. Фолл хп вообще. Все временем двигается Поппи в сторону миды. Стажерам в этой игре мало, но это Грейв, который фармит. Мы знаем, на что он будет способен в Лейде. Это Грейв, который вовремя приходит туда, куда, где он необходим. Правда, и у Иксмити тоже все здорово, потому что у него есть уже выформленный релай. Но Грейв, по-моему, Элиза отскейлит. Правильно? Конечно, да. У меня создается впечатление, что если на первой неделе наших ребят недооценивали, то сейчас их реально боятся, потому что все, увы, от СЛГ, они какие-то... Все очень просчитанные, то есть никаких рисков они не выбирают ничего. Они знают, что Альбус Нокс может ответить и выиграть их в этом скирмише. Каждая мантра кью у Хухи просчитана. Каждая идет точно в цель. Но это уже другое. А это уже индивидуальная. Это индивидуальная, да, игра. Но и каждая, каждый додж Киры тоже просчитан, при этом. Там, тем временем, ульта Алеклита в Хухи выходит по своим ускорениям. Мимо, ну, потому что это карма. По карме очень сложно. Ставар подбрасывает Даршана. Это будет ол-ин, но теперь у Смурфа еще есть флеш, у Даршана нет. Смурфа пытается выйти. Их флеша. Тем временем драка возле дракона, ульта Киры сейчас. Он с флеша играет по Стиксею, пытается его добросить. Ой-ой-ой! Стажер добивает! Я Афраму здесь тоже может еще подстрелять. Сопутствующий флеша уворачивается от кокона из ноу-вижена. Тем временем, Ликрит с флеша пути только флеш дает. Клинексы выходят. Просто нет урона от Акармы. Ноль. Поэтому не так страшно, если Матра Кью идет мимо. Если бы там на Адакаре был бы Джин, я думаю, это была бы идеальная игра для Лекса. Как Кока-Колой Zero. Никаких калой. Тем временем дракона забирает сейчас. Еще и Мерки. Альбус Нокс. А зачем они, кстати? Против Барда. Кира не забрался, не Барда? Нет, не забрал. А то я уже это какие-то флешбеки в первый сетон Старладера, где Кира делал просто все. Такое ощущение, что он был... Ниддлис, флеша, копье на фулл-рэндж. Да, да, да. По прыгающему Казиксу. Были времена. Сейчас Кира пытается вспомнить былое. Или создать кое-что новое. Кира, конечно, показывает нереальную форму на этом чемпионате мира. Молодец. Подготовился. Кстати, Кира стоит заметить, что очень много играл перед этим ЧМом. Кстати, если что, Кира вчера самый последний уже в глубокой ночью вернулся в отель. А получил это или нет? Потому что он на ИН отнул... У него мастер был. Мастер... Наверное, 200-250 должно быть. Потому что позавчера, когда они санхолли взяли 100 ПТС мастере за буквально неделю, ребят. То есть представьте себе, на что сейчас способен Кира. Иксмитти здесь встрял, и возможностей уйти у него было не так-то много. Из-за этого Стиксей, вместе с Афромов, попадают под ультимейт Кира. И у Кира уже есть готовый релай. Это тот самый Виктор, который выформил. Это тот самый Виктор, которому не помешали. Он будет становиться только сильнее и сильнее. И CLG придется с этим бороться. Потому что полноценных танков у них сейчас даже нет. Кира идет на МВП этой игры уже, можно сказать, потому что количество, да, под шажков, его механика действительно неплоха. И нужно, главное, не переставать, так же давить, так же играть, все будет хорошо. Но Даршана, кстати, в этой игре пока что не хватает. Но, с другой стороны, Даршана, это Джейс. Джейс, который не получил поддержки от своего лесника, ему бы свои предметы нафармить тоже. У него, кстати, любопытнейший билд, потому что... Что за невероятный дайв сейчас. Умирают три члена команды CLG, и к тому же умирает лесник. А Энексы, это та команда, которая очень любит забирать на шоу. Барон, поехали! Что есть у CLG, чтобы его отменить? Есть Джейс, есть Люция, на них сюда идут. Хороший сейчас шоковый заряд вылетает от Даршана. Тем временем, барон на 4 тысячи здоровья. На 3 тысячи здоровья. И очередной барон для команды Альбус, Нокс, Луна, Даршан. А Энексы, Даршан. Как получать его? Опаньки, и прекрасно, уверенно забирают этого барона. 7 с половиной тысяч преимуществ, даже почти 8 тысяч преимуществ. Сейчас я использую А Энекс. Они забрали все вышки Т1, они сейчас на шором, и они могут пойти пушить, потому что все свои пауэрспайки они словили. Я думаю, у нас есть Чемпионате мира, если наша команда выйдет, будет что-то на уровне... Эй, не хочешь немножко скримов? Афрама здесь просто... Мне больше понравилось то, что ситуация была, в которой CLG хотели... Ну, точнее, Энексы хотели сыграть по хухе, потому что у того не было флеша. У Афрама он был. Но Афрама, по-моему, сам не ожидал, что Поппи будет играть именно по нему. Ну, смурт хорошо отреагировал на флеша, как раз Ешечка была в колдаун... Не в колдаун, и позволила забрать очередной килл, и барона на шором. У Киры появляется посох бездны. Там сейчас просто... Там сопротивление магии просто ноль. Помимо этого, у стажера, посмотри, айтемизация у него... Помимо призрачного танцора, есть еще и черная секира. Такой Грейвс, он в один на один стиксает, может просто разорвать на части тоже. Но это тяжелая новость, правда, вот у Грейвса с фиолетовыми тотемами дела плотные. Но все уже хорошо для нашей команды. Очень большая пачка миньонов на боте. Еще и мид, параллельно сейчас Кира подпушивает. На миде Виктор, просто все три линии у Альбус Ноксов играют совершенно феноменально. Сажер увидел икс Митти, икс Митти в драку не пошел, потому что это сейчас не имеет никакого смысла. Ну и надо сдвигаться сейчас на мид, помочь Кире забрать Т2 вышку, ну а потом забрать вышку на топе. И это уже будет реализация Пафа Нашоров, практически идеальная для Айнекса. Еще интересно будет послушать мнение топер мейнов, потому что Ажор поймал Кокон, получил не так много урона. Получил бумеранг, и в принципе Сиксей здесь даже, наверное, посильнее просил. Кире тратит флэш, не стал рисковать. Возможно, решение правильнее. Т3 падает на боте, а Айнексом можно попробовать что-то здесь продолжить еще. Сиксей, конечно, очень старается. Жадничать, мне кажется, не надо здесь. На мид они тоже не успеют, потому что там бачка миньонов достаточно далеко. У них здоровье остается. Поппи на Тобе, посмотрите, Поппи на Тобе с кучей барон миньонов. Хотя у них есть океанические драконы, я не просто вот так передвигаясь по линиям, будут постоянно здоровье себе восстанавливать. Это один из бонусов, конечно, вот очень важных. Кухи в очередной раз здесь стревает. Тем временем пытаются сыграть дальше Айнекс, и Пухи встанет. Убили уже Иксмит, и Сиксей еле живой. Бумеранг ловит. Идут вперед Альбус Ноксы. Можно попробовать сыграть по Т3. Даршан получает урона много, но не добивает его Альбус Ноксы. Было очень близко со стороны стажера. Нам тем временем Смур хотел пойти вперед. Можно попробовать сразу 2 Т3 забрать. Это будет очень много. И можно сразу из стороны на миде сделать. 28-я минута в игре подходит к концу. Альбус Ноксы забирают первую сторону. Но вторую сторону можно попробовать сейчас пойти. И вторая сторона. Тем временем Силджи выходит. Покири играют. У Кира уже нет флеша. Ликрид выходит. А вот выйдет ли Кира? Ликрид не лежевой. Стан дал по двоим. Ликрид. Кира вышел. Ликрид выйдет ли? Ликрид не лежевой. С флеша Даршан. Тем временем две стороны упало. Ульта Поппи. Альбус Ноксы выходит после этого. Забрав две стороны. Это просто шикарная реализация барона. Плюс 7500 с одного барона. Вы только посмотрите на это. Барон пауэрплей в стиле Вегас Квадрон в начале их сезона. Вообще сам по себе дайв здесь был очень опасный. Потому что саммонов некоторых не было. Стажер разорвал их Смити на части. Но вот этот урон, который выдает Кира сейчас с помощью своего ультимейта и своего лазера, не позволяет Силджи вообще ничего сделать в этой игре. И суппорт карма не работает, когда Люцин не может подойти в драку. Нам осталось сделать одно. Нам на этом чемпионате мира, если сейчас все закончится как положено... Рокстейкер с них обыграть? Ну, нет. Нам осталось выиграть одну игру из двух. Или надеяться на то, что Силджи проиграют одну игру из двух. Это такие шансы! Это просто феноменальные шансы на самом деле. Но единственный шанс, если даже Силджи, допустим, выиграют только одну игру, а наши ребята одну игру проиграют, например, то тогда у Силджи, если они выиграют эту игру у Рокцов, там может быть тайбрейк очень интересный. Там тайбрейк может быть, но, конечно, в Роксе сейчас в неплохой форме находятся, поэтому надеяться на то, что они так легко отдадут игру не стоит сейчас. Силджи, с трех предметами уже Виктор почти с четырьмя греймс, которые просто не забивают. Гоу происходит с индексами на этом турнире, я просто не понимаю. Они показывают то, чему учились весь год, потому что игры у них действительно хорошие. Тем временем ультабарда по двоим можно продолжать, надо по троим! Ультабарда задевает всех, убирает Гарба! Сейчас можно дальше, падает последний ингибитор, подброшенный к спиде, стажеры с Мурп, просто их нельзя остановить, их невозможно остановить. Эта команда из СНГ возвращается и показывает абсолютно всем на этом чемпионате мира, чего стоит Альбус Ног, чего стоит СНГ, как Вайлдкард регион. Вторая башня падает, падает и Нексус команды СЛГ и дома СЛГ проигрывают обе игры. Альбус Ног, Луне, они поднимают СНГ, Альбус Ног, посмотрите, что творят наши Дигры. Настоящие герои сейчас ночью в Москве и вообще во всем СНГ, я думаю, ребята не спят. Просто мастер-майн в этой игре, скажу, он просто мастер-майн. Не скрывают своей радости, естественно, команда Альбус Ног, Луна, это была замечательная игра. Это вновь чистая игра, чистая победа со стороны СНГ коллектива. И пока что, наверное, только СКТ показывали настолько чистые игры, которые от начала до конца не доводят именно к победе. И сейчас Афроба отнимается вместе с Ликритом. Барт-плееры. Ребята рады, действительно рады. Кира в этой игре божил. Я даже не знаю, я такого Киру очень давно не видел, который переиграл в ноль абсолютно своего победителя. Бегал просто между скиллшотиками, как между струек дождя. Я не знаю, что это было. Это просто отсылка к третьей матрице или что это такое, Лекс? Я не знаю, но потрясающе. Знаете, что я могу вам точно сказать? Вы сейчас не пойдете спать после этого. После этого спать будет просто невозможно. Нам предстоит еще четыре игры в группе А. И каждый из них будет стоить. Сейчас Rocksteiger будут играть против CLG. Вторая игра подряд CLG. А нет, Rocksteiger против CLG последней игрой играет. Сейчас G2 против CLG. Погодите, если я правильно понимаю, если сейчас вдруг G2 обыгрывают CLG, то мы вышли. Мы почти вышли. Там надо, чтобы Роксы проиграли все свои оставшиеся игры, а CLG одну выиграли как раз у Роксов. Что маловероятно, потому что для этого нужно совершенно феноменальные вещи, что произошло. Загадывать, тем не менее, не надо. У нас целый день еще впереди. Мы будем наблюдать за этими интереснейшими матчами. Мы уже очень рады, что Anex вновь нам показывают, что они готовы бороться за выход из группового этапа в плей-офф и готовы полететь в Чикаго. Что ж, друзья, мы передаем слово в нашу студию аналитики и узнаем, насколько точными оказались их прогнозы. В скобочках не точными. Спасибо большое, ребята. В скобочках вообще-то наши прогнозы были супер точными. Мы поставили, между прочим, на Anex. Все вместе единогласно поставили на Albus Nox. Мы верили и были уверены в том, что они выиграют. И среди вас один человек, который за две недели до ЧМа поставил Anex на второе место. Да. И предрекал выход из группы, так что зачок, на самом деле, я думаю, получит премию лучшего аналитика какого-нибудь. Anex ставил себя в прогнозе еще на первое место, кстати. Неплохо. Кстати, еще может быть, так что за. А в очерью он говорил, что у них был 3% шанс выйти из группы. Да. Но после победы над CLG он сказал, что они увеличились в 30 раз. То есть 90. Потом они в какой-то момент возросли до 500. Неплохо. 146, прошу вас. Такое чувство, что вся подготовка CLG заключалась в том, так, что они там выиграли? Бренд, они ее баним и пикаем какой-то просто статус. Да, кстати, я бы хотел отметить, вот мы как раз за кадром там с нашим замечательным аналитикам, за кадром аналитиковым Авертовым обсуждали ситуацию, при каких обстоятельствах аноксы выигрывают, слэш там не выйдут, слэш не выйдут, слэш будут тайбрейки в группе. Единственная ситуация, при которой Anex не выходит из группы вообще никак, это если Anex проигрывает G2, при этом CLG выигрывает Rocks Tigers. Тогда Anex нет вообще возможности выйти. Если же, естественно, получается, Альбус Нокс Луна выигрывает сейчас G2, и остальные результаты уже, по-моему, не важны, если я не ошибаюсь. Во всех остальных случаях будут тайбрейки. То есть там достаточно много опций именно тайбрейков, но чтобы именно команда Anex не вышла из группы, это только один вариант, и он достаточно маловероятный. Так что, ребят, мы болеем за Альбус Нокс Луна. Шансы выйти у Anex огромные сейчас. Но что касается матча, который только что был, помочь разобраться нам с ним, поможет нам Юра. Спасибо большое, Ник. Друзья, третья победа. У нас теперь в три раза больше побед, чем у всей Европы. Кто же лучший европейский регион? Сами ответьте на этот вопрос. Прекрасная игра, отличная реализация киллов, которые по ходу шли и набирались со стороны нашей команды. А северная американская команда опять не смогла ничего противопоставить русскому сильному духу. И вернемся все-таки к просмотру моментов, которые мы сейчас будем обозревать. Все неплохо началось. Anex дали два килла в начале, после этого еще немного разменялись, забрали первого дракона достаточно быстро при счете 4-2. И вот ключевой момент, в котором как раз у нас Барт кидает свою ульту. В очереднейший раз Хухи попадает в нее, и Смурф прекрасным образом фалловит, прикрепляя их к стенке оппонентов, начиная этот самый файт и дайв прекраснейший с двух киллов, которые мы оформляем для себя. Пока Т1 вышка стояла у команды CLG, все было не так, для них плохо, они могли камбэкнуть в любой момент. Но сейчас, когда наши ребята забирают два килла, забирают Т1 вышку, после этого Паук очень расстроен. Он вместо того, чтобы вот сюда лететь со своего скачка и засейвить свою жизнь, тильтует, думает, что он всех обманет, если он полетит через стенку. Но Паук зачем-то летит через стенку, тебе надо влетать другим образом, он не понимает этого, отдает еще один килл, расстраивается, Т2 вышка опять же под угрозой, и Эксмити падает, 9-2 становится счет. И на этом мы заставили американцев тильтовать. И так как они не могут собраться после тилта, они проигрывают игру вполне закономерно, несмотря на то, что на Нашоре пытались они застилить. Отличные, как Миша говорил, пауэршоты летели, но, к сожалению, попадали там только в реклита, и никаким образом не могли Нашора помешать нам CLB забрать. После того, как мы забрали Нашора, мы переходим к доминации по карте, мы начинаем просто ready to dominate, уничтожать соперника, большое преимущество по золоту, у всех здоровские предметы, драконы также сражаются на нашей стороне. И поход по центральной линии и сплитпуш на топе заканчивается тем, что мы без вопросов, спокойным образом, никуда не торопясь, сильно не агрессируя, забираем Т2 вышку, и впоследствии мы забираем две Т3 вышки, и два ингибитора, потому что CLG настолько сильно встревают. После того, как мы берем два ингибитора, шансов у соперников совершенно на деф не остается, в результате чего мы забираем третью карту и обеспечиваем все отличные проценты на выход из группы, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Ник, тебе слово. Спасибо большое, Юра. Да, действительно, шансы огромные, вариантов много, хотя в скобочках не очень. То есть достаточно Эйнекса сейчас переиграть команду G2, и мне кажется, все будет вообще супер. Чтобы G2 сейчас переиграли CLG. У G2 нет вообще резона трайхардить больше. Скорее всего, даже команда играющая пуха теперь будет играть. Тяжело себя заставить, когда тебе вообще ничего не решается уже. Слишком тяжело. У Айнекса на кону все, у G2 ничего. Поэтому... Но ты не имеешь права уезжать 0.6, потому что даже китайские команды, ИГ и там... ЛГТ в прошлом сезоне, они после 0.4 по две игры выиграли, последние свои. При том, что у них уже шансов тоже туда не было. Но вот только у G2, наверное, там был потенциал врань? Не, не, не. У них там 24 там отъезжали точно. Они еще Flame'а под конец выпустили своего топ-лейнера на замену. И так чисто. Мащи престижа. Вот знаете... Европейскому региону ни в коем случае... Спасибо. 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 Европейскому региону ни в коем случае нельзя проигрывать, потому что если они проиграют, их просто зарелегейтят в вайлдкарт-регион, в какой? Просто валдкарт-регион. Просто регион, СНГ. СНГ. И будет престижно играть в СНГ. А у них будет валдкарт-регион. Перкс поедет играть. Кореицы поедут, да, все в СНГ. Поедут, так что, ребят. Ну что ж, друзья, а у нас будет сейчас интервью, между прочим, со Смурфом и Ликритом прямо из Сан-Франциско, дорогие друзья. Для вас сейчас ребята расскажут, как они достигли своей победы. Что ж, у нас интервью с игроками команды Альбус Нокс со Смурфом и Ликритом. Ребята, эмоции вас, наверное, переполняют. Что вы чувствуете вообще после этой игры? Ну, честно говоря, мы ожидали немного большего от СНГ. Думали, что первая наша победа это то, что они нас в дисреспекте или не подготовились. Но, как оказалось, мы действительно сильнее их. Ликрит, ты после игры прям очень крепко обнял Афраму, хотя он просто хотел пожать ей руку. С чем это связано? Расскажи, пожалуйста. Ну, вообще-то я давно хотел обнять Афраму, потому что, ну, он классный. Мне нравится то, как он выглядит на сцене. Мне нравится его образ, поэтому, ну, I wanna hug my bro. Окей, Дим, расскажи, пожалуйста, что ты сделал для победы своей команды в этой игре? Ну, я дал очень такой странный телепорт на топ, и поэтому, когда Джейс-то пошел на бот, я сказал своей команде, чтобы они держались, хорошего им настроения и, главное, здоровья побольше, чтобы они не умерли. Пару слов болельщикам СНГ, которые в 4 часа утра смотрят и болеют за вас. Спасибо. Да, спасибо, что вы делаете. Это нам очень приятно. Что ж, друзья, обратно в Москву? Как-то, да, да. Времена меняются. Качество интервью со Смурфом, оно прямо вот стабильно хорошее такое. Мне кажется, видеоблоги со Смурфом, вот эти интервью, которые Миша любил повыкладывать себя в группе, они прямо мега эпические были и мега насыщенные, насыщенные лаконичной речью.